Единственный зоопарк в Тобольске небольшого формата расположен в Доме природы в Менделеево. Здесь обитают птицы, рептилии, рыбки, млекопитающие. И многие из них так или иначе реагируют на сезонные изменения. Например, водные красноухие черепахи. Зимой она более спокойная, у них замедляются обменные процессы, они меньше кушают. С наступлением весны они более становятся активными и аппетит, конечно же, у них просыпается. Зимой в анабиоз впадают и змеи, оживляясь при потеплении. А вот заяц-беляк с наступлением весны буквально преображается, скидывая белую шубку. В природе это происходит в конце февраля, однако у этого зайчика график сбился. Но у нашего, обратите внимание, что на голове, вот здесь, на лобике, у него еще не долиняло. И вот как раз февраль закончится, мы долиняем, и уже начинать надо повторно линять, а мы только закончили. Заяц тут единственный среди обилия кроликов. Мини-зоопарк пополняется народными стараниями. Многие пристраивают надоевших питомцев. Взяли, ой, миленькая, ой, хорошенькая, нравится. Недельку, два, месяц. А потом зырюшка начинает расти, начинает, если это, например, кроличек, то портит мебель, потому что это грызун. Пахнет, черепашки также, рыбки надо за ними убирать, чистить аквариум. Поэтому, что с ними делать? Надо куда-то девать. И вот часто звонят и говорят, можно вам принести. Здесь подкидыши обретают второй дом и радуют ребятню. Правда, от общения устают, а потому период самоизоляции и дистанционной работы стал для них отдыхом. Они постоянно ходят со стрессовой такой немножко обстановки. И вот такой период вот эти вот тишины им даже полезны. Даже плодотворно повлияло на них период самоизоляции. И вот шиншилла обыкновенная, серая. У нее пополнение, то есть детеныш родился. Есть здесь и червячки, крысы и даже тараканы. Да не простые, мадагаскарские шипящие. Их выращивают на ком хищным обитателям зоопарка. Ну, когда я сюда приходила только работать, мне по ночам они снились. Я просыпалась с того, что мне казалось, что они по мне ползают. Посетить мини-зоопарк Дома природы можно как индивидуально, так и с групповой экскурсией. А с собой разрешат захватить морковку или яблоко для угощения. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров. Тобольское время.